МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Бороева Лидия Амзоровна, врач Владивостокского клиника диагностического центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Зацепина Ирина Владимировна, врач-инфекционист Владивостокской поликлиники номер 8. Здравствуйте. И Воронок Валентина Михайловна, начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Здравствуйте. Ну, давайте, наверное, расскажем, какова ситуация на сегодняшний день и что сделано для того, чтобы избежать тех самых вышеназванных страшных заболеваний? В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний на подтопленных территориях проводится постоянный мониторинг за состоянием заболеваемости и оценка эпидемиологической ситуации. Надо отметить, что в настоящий период времени эпидемиологическая ситуация оценивается как обычная. Оценка ситуации проводится в сравнении со средним многолетним показателем на 100 тысяч населения. И по данным за истекшую неделю показатель среднем многолетней несколько выше даже регистрируемой заболеваемости. В целях профилактики на территорию края поступило достаточное количество вакцины против вирусного гепатита А для иммунизации детей, вирусного гепатита А иммунизации взрослых. В настоящий период времени вакцина поступила в соответствии с заявкой в стопроцентном количестве. Для иммунизации против вирусного гепатита А и детей, и взрослых проведены расчеты, то есть прививки проводятся всем детям из организованных коллективов в обязательном порядке и взрослым, непосредственно попавших в зону подтопления. Кроме того, специально для определенных групп риска вакцина против брюшного тифа используется. Это для работников водоканал управления, для работников, которые занимаются расчисткой от всевозможных свалок, мусора и так далее. И вакцина против дизентерии. Основное количество вакцины поступило против дизентерии буквально не так давно. И надо отметить, что против дизентерии зоны у нас прививки проводятся в обязательном порядке работникам общественного питания, торговли, пищевой промышленности, а также организованным детям. Кроме того, в этот период времени, как и в целом население всего края, проводится иммунопрофилактика против гриппа. Это очень важно, поскольку необходимо сформировать иммунитет до наступления холодного периода. Кроме этого, для профилактики кишечных инфекций в организованных коллективах, в закрытых коллективах используются так называемые бактериофак-интестии. Этот бактериофак эффективен в отношении большинства кишечных инфекций. Практически все проводится по плану. То есть мы также в ежедневном режиме отслеживаем заходом прививочной кампании. Ряд территорий в соответствии уже с полученной вакциной закончили иммунопрофилактику против гриппа, но вакцина на эти территории еще будет поставляться, и иммунизация будет продолжаться. Работает 204 прививочных бригады, которые активно осуществляют иммунопрофилактику. То есть ситуация под контролем? Насколько мне известно, я не знаю, так это или нет, но когда все случилось в крае, этот тайфун страшный, то специалистов сразу многих отозвали из отпуска, так как это все-таки лето, да, люди многие в отпусках, и они поехали, делали замеры, проверяли почву и так далее. И это тоже позволило во многом спасти ситуацию. Ну, просто с целью обеспечения благополучия были эти люди размещены в специальных помещениях, пункты временного размещения, и эти пункты временного размещения, в этих пунктах обязательно было организовано питание, водоснабжение, то есть бутилированная вода, и все необходимые условия, была проведена оценка состояния, то есть насколько можно там этим людям находиться, и в принципе это позволило избежать наличия заболеваний. То есть в ПВРах у нас случаев заболеваний среди людей также не было зарегистрировано. Ну и хотелось вот еще в плане профилактики сказать, что в отдельных закрытых коллективах используется профилактика экстренная и гриппа ОРВИ. В частности, у нас много детей, в настоящий период 130 детей поступило в лагерь «Океан», и эти дети там, кроме того, что они получают профилактические прививки, такие же, как на территориях оставшиеся дети, они еще получают экстренную профилактику гриппа средствами неспецифической профилактики. Вот в одном из средств массовой информации был такой заголовок «Жители Приморья защитят от инфекции специальной вакциной». То есть есть какая-то универсальная вакцина? Значит, вакцин много, как я уже сказала. Это вакцина и против вирусного гепатита А, это вакцина против дизентерии, это вакцина против брюшного тифа, но еще вот бактерия факуд, интестии, который считается практически универсальным против кишечных инфекций, поскольку он эффективно борется с дизентерией зоны, флекснер, с большинством сальмонеллезных инфекций, то есть и в том числе сальмонеллопаратифи, кроме того, значит, против возбудителей, вызываемых банальной кишечной палочкой. То есть это практически универсальный такой препарат для экстренной профилактики кишечных инфекций, то есть большинства кишечных инфекций. И, в принципе, он у нас активно применяется сейчас в организованных детских коллективах в первую очередь. Каковы первые симптомы, признаки этих достаточно страшных, серьезных инфекций? Расскажите, как распознать ее на первых этапах? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что когда появляются первые симптомы, наверное, с ними все-таки сталкивается участковая сеть и врачи-инфекционисты в поликлиниках, то есть лечебные учреждения. К сожалению, у нас очень много сейчас появляется самолечения. Люди сбивают клинику, картину такую клиническую. Но первые симптомы – это повышение температуры практически при всех кишечных инфекциях, может быть, даже и недовысоких цифр, как раньше было. Сейчас возбудитель меняется. Это диарейный синдром, то есть это жидкий стул различного характера. Это может быть тошнота, рвота при пищевых токсикоинфекциях, и это боли в животе. В любом случае при появлении таких симптомов пациент ни в коем случае не должен начинать лечиться сам, потому что он может скрыть картину. И еще я хочу отметить, что при боли в животе ни в коем случае нельзя принимать обезболивающие препараты, такие как кетонал, баралгин. Зачастую мы сталкиваемся с этим, потому как за этой клиникой можно пропустить клинику острой патологии желудочно-кишечного тракта, что является более страшным. Поэтому пациент должен не приходить в поликлинику желательно, а вызвать врача на дом. При посещении будут взяты анализы, необходимые на все кишечные инфекции, и будет участковый врач данного пациента наблюдать уже на дому. Так же касается и детей. Обязательно дети из очагов должны наблюдаться педиатром, и дети до двух лет обязательно должны быть обследованы как контактные в очагах педиатром. Мы сегодня еще говорим все-таки в контексте зоны бедствия, и все-таки первые действия людей. Работают там врачебные бригады, то есть активно проводится и выявление заболевших. Перед тем, как делать профилактические прививки, все в обязательном порядке осматриваются, поскольку все-таки прививки нужно делать после того, как человек здоров, то есть выявить его общее состояние. Ну и поэтому тут и врач практически приходит на место к пациенту. Единственное, как уже было сказано, ни в коем случае не надо заниматься самолечением, скрывать свое заболевание, особенно если это касается организованных коллективов. То есть своевременно в этом плане у нас организована таким образом работа сейчас в организованных детских коллективах, что вот в зоне паводка. То есть рекомендованный питьевой режим, то есть вода бутылированная, разовая посуда используется. Дальше там, где вода еще пока не гарантированного качества, там специальные рукомойники установлены, куда заливается вода гарантированного качества. И в целях активного выявления назначены обязательно везде ответственные учителя, которые в ежедневном режиме проводят опрос о состоянии здоровья детей. И если возникает необходимость, то эти дети немедленно изолируются для того, чтобы они не послужили источником распространения заболевания. И дезинфекционные мероприятия. То есть в настоящий период времени во всех учреждениях, попавших в зону паводка, в организованных коллективах лечебно-профилактических учреждениях, социальных дезинфекция проводится по режиму вирусной инфекции. То есть используются различные препараты для этого. В наставлениях по препаратам имеется определенная инструкция. И вот в соответствии с этой инструкцией, с учетом именно того, что водным путем у нас распространяется, в том числе и вирусная гепатита, которая относится к вирусным кишечным инфекциям. Поэтому режим везде введен по вирусной инфекции. Хочется сказать и о мерах профилактики. В домашних условиях наверняка они тоже должны присутствовать. Да, безусловно. Я хочу в настоящий момент обратить внимание людей на то, что с уходом большой воды, а этот момент он наступит, приближается, риск заражения кишечными инфекциями не уходит, он остается. Поскольку все, что вода с собой принесла, поводковая, она оставила в квартирах, в домах, в подтопленных, на мебели, которая была замучена, на участках, на территории придомовой. И поэтому, возвращаясь как бы домой, туда, где, конечно, это возможно, люди начнут заниматься уборкой, приведением своего жилища в порядок. И совет о соблюдении правил личной гигиены приобретает здесь особое значение. Конечно, в комплексе со всеми другими профилактическими мероприятиями. Это связано с тем, что загрязненные руки, они могут служить фактором передачи инфекции, которой много вокруг, и занесение ее на продукты питания при приготовлении пищи. Поэтому вот этому вопросу особое внимание. То есть каждый человек, у которого содержать руки в чистоте не стало потребностью, он может находиться в зоне риска. И особенное внимание нужно обратить на детей, поскольку в силу своего возраста у них еще недостаточно все-таки сформированы навыки личной гигиены. Поэтому вот здесь сохранение их здоровья в этом плане – это задача родителей. И еще один момент. При проведении уборки категорически не надо принимать пищу, даже маленькие перекусы. Ну, когда человек как бы увлекается работой, захотелось есть что-то, перекусил. Это вот прием пищи – это должно быть отдельное мероприятие. Снять одежду, в которой работали по дому или по двору, вымыть хорошо руки и приготовить пищу соответствующим образом. И уже тогда кушать. Вот такой момент. Ну, мне бы хотелось дополнить. Очень важным моментом является обязательно дезинфекция. То есть в жилище необходимо провести дезинфекцию. Дезинфекцию поверхностей, игрушек, посуды. То есть в обязательном порядке. После этого уже проводить уборку. Дезинфекция проводится также по режиму вирусной инфекции. То есть простейшим препаратом является хлорамин. В данном случае необходимо приготовить 3-процентный раствор хлорамина. Это 300 грамм на ведро воды, то есть на 10 литров. Но есть другие препараты. Сольфа, хлорантин. Здесь используется другая процентная концентрация. 0,2-процентный раствор. И добавляется 200 грамм. 220, вернее, грамм на 10 литров воды. Но использовать можно всевозможные препараты. И там в этих препаратах имеется наставление, каким образом нужно приготовить эти дезинфицирующие препараты. Также обработку надо проводить в перчатках в обязательном порядке, для того, чтобы не произошло, так сказать, какой-то раздражающий эффект и последствия, которые будут неприятны в последующем. После этого перчатки снимаются в обязательном порядке и руки моются. То есть вот таким образом необходимо обязательно обработать игрушки, поверхности, посуду, ну и всю окружающую, так сказать, человека среду. То есть такие средства, как, например, белизна, они не убьют? Нет, нет. То есть специальные средства, дезинфицирующие препараты. И желательно, чтобы в аптеке спросить, допустим, если приобретают самостоятельно эти препараты, эффективны ли эти препараты в отношении вирусных инфекций. И обязательно попросить наставление по применению данного препарата по режиму вирусной инфекции. Более всего мы опасаемся именно с учётом того, что вирусный гепатит А, он передаётся водным путём и имеет достаточно продолжительный инкубационный период это заболевание, необходимо, необходимо в обязательном порядке провести дезинфекцию жилища. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервёмся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о ситуации в зоне подтоплений. Я думаю, что очень важно будет сказать и о том, чем чреваты всё-таки такие заболевания, как брюшной тиф, гепатита и другие заболевания, о которых мы сегодня говорили. Давайте расскажем. Я хочу ещё раз повторить, начать с того, что необходимо в зоне подтопления обратиться к медицинской помощи. Обязательно не начинать самолечение, так как такие страшные заболевания, как брюшной тиф, острая дизентерия и другие кишечные инфекции, также вирусный гепатит А могут давать тяжёлые осложнения. И вот они чаще всего развиваются тогда, когда медицинская помощь не наступает своевременно. То есть человек начинает самолечение, картина как-то сменяется, смазывается, и уже очень сложно с первых минут поставить правильно диагноз медицинскому работнику. Поэтому вот эти осложнения, особенно при брюшном тифе, это и кровотечение, и перфорация кишечника. Это осложнения, которые могут привести к летальному исходу. Ну и потом самостоятельное лечение антибиотиками может привести к тому, что тот возбудитель, который вызвал заболевание, при обследовании этот возбудитель может быть не найден. То есть каким-то образом произошла его частичная гибель этого возбудителя на том этапе, и фактически определить именно этиологию, то есть причину данного заболевания не удаётся, и, соответственно, правильным образом лечить. Поскольку при обследовании обязательно чувствительность определяется возбудителя к тем или иным лекарственным препаратам. Поэтому и необходимо при кишечных инфекциях очень раннее лабораторное обследование. А современное лечение, я хочу сказать, кишечных инфекций сейчас далеко ушло от антибиотиков. Мы стараемся не применять антибиотикотерапию. И те формы, которые правильно не лечены, не своевременно лечены, в последующем, особенно у лиц пожилого возраста, дают хронические заболевания кишечника, хроническое расстройство стула, что не очень дискомфортно становится в жизни. И развитие дисбактериоза. Конечно, да. Вы знаете, есть такой постулат, предупрежден, значит защищен. И я хочу обратить внимание населения на ту информацию, которую они получают в виде памяток и листовок. Там полезная информация и о заболеваниях, и о первых признаках, и о мерах профилактики. То есть обратите внимание на эту информацию. И еще два слова я хотела бы, извините, сказать о том, что, к сожалению, мы сталкиваемся сейчас с отказами от профилактических прививок. Что в наше время, я считаю, недопустимо, особенно у детей, которые не могут сами сказать за себя, и родители так смело, безоговорочно отказываются от прививок, не думая совершенно, что будет и дальше, и с чем этот ребенок столкнется в жизни. Поэтому я призываю все-таки сделать прививки профилактические. И обязательно подумать в первую очередь о своих детях. Мы говорили о кишечных инфекциях, поскольку паводковый период влечет за собой именно кишечные инфекции. Предположительно так будем говорить. И говорили о профилактике этих заболеваний. Но, тем не менее, не за горами у нас сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа. В настоящий период времени проводится иммунизация против этого заболевания. В настоящий период поступила вакцина против гриппа для детей и взрослых. И, соответственно, родители должны, в общем, не отказывать своим детям в иммунопрофилактике против гриппа. Поскольку организованные дети, они имеют достаточно тесные контакты. И, как правило, именно школьники и дети, посещающие детские образовательные учреждения, становятся источником дальнейшего распространения заболеваний в семьях. Из семей это идут на предприятия в случае заболеваний. Ну и, соответственно, может сформироваться групповая заболеваемость, множественные щеги в организованных детских коллективах. Вакцины сейчас очень эффективные. Очень эффективные. Они практически не содержат никаких балластных веществ, которые могут вызвать какую-то реакцию организма. Но при этом они содержат все эти необходимые антигены, поскольку постоянно проводится изучение циркуляции возбудителей на опорных базах по профилактике гриппа. И вакцина уже создается с теми актуальными штаммами, которые будут циркулировать в предстоящий сезон. На зонах подтопления тоже проводится сейчас активная иммунизация. И, кроме того, проводится еще иммунизация против пневмококовой инфекции. Против пневмококовой инфекции должны привиться обязательно группы риска. То есть это риса, страдающие хроническими заболеваниями легких. Они в первую очередь подвержены всевозможным пневмониям. Ну и также дети из этой же группы. Мы сейчас организовываем профилактическую иммунизацию в организованных коллективах детских против пневмококовой инфекции. Ну и также, соответственно, так называемая группа риска возможного заболевания этой инфекцией. Я думаю, также стоит подчеркнуть, что специалисты также работают, продолжают. Специалисты продолжают работать. В зоне подтопления. Во-первых, специалисты у нас с бригадами работают, уточняют, какая ситуация. То есть непосредственно, каким образом организован подвоз воды, какое санитарно-эпидемиологическое состояние объектов. Готовятся объекты, допустим, социальной значимости для того, чтобы они возобновили, и большинство из них возобновило свою работу, то есть те, которые приостанавливали свое функционирование. И возобновили они свою работу только после того, как выполнили все те рекомендации, которые были им даны по проведению дезинфекционных мероприятий, по организации режима работы, по вопросу возможности соблюдения личной гигиены, питьевого режима. То есть после этого решается вопрос об открытии, возобновлении деятельности этих учреждений. То есть постоянно специалисты службы Роспотребнадзора в БУС-центре гигиены и эпидемиологии, они осуществляют подворные обходы и уточняют, какая ситуация имеет место быть. Кроме того, проводится обязательно и лабораторный контроль, качество пищевых продуктов, качество воды. Ну и, как я уже еще раз сказала, обязательно там, где отсутствует водоснабжение гарантированного качества, нашей службой выдаются рекомендации с учетом проведенных расчетов по необходимому подвозу воды в жилые массивы и в объекты, соответственно, организованного населения, социальной значимости. Нам остается буквально... Можно еще дополнить по рискам? Мы здесь очень много внимания уделили рискам возникновения различных инфекционных заболеваний, но есть довольно большое количество людей, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, которые у них протекают. Такая чрезвычайная ситуация с паводком, она является мощнейшим стрессовым фактором и, к тому же, переходный период года. И это все переохлаждения, которые имели место быть, какие-то физические нагрузки. И это все может привести к обострению, к изменению, утяжелению течения уже имеющихся каких-то хронических заболеваний. Поэтому люди, знающие свои такие диагнозы, должны контролировать состояние своего здоровья, как бы не отодвигать этот вопрос, поскольку здоровье им сейчас очень всем нужно. В общем, остается следить за здоровьем. Да, со всех отлично. Дай бог, что скоро отойдет вода и все наладится. Не отказываться от профилактических прививок, которые рекомендуют своевременно обращаться за медицинской помощью, если возникли какие-то ситуации. Ну и, конечно, готовить свои помещения к тому, чтобы там не были условия для того, чтобы возникла возможность заражения инфекционными заболеваниями. Это и колодцы, это и надворные санузлы, и непосредственно помещения, жилые, где находятся, будут жить и живут наши люди. Ну и, конечно, огромное спасибо специалистам, которые в зоне паводков сейчас держат ситуацию под контролем. И спасибо вам большое. Нам пора заканчивать. И я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова